Игровые ноутбуки плотно вошли в нашу жизнь, а в эпоху самоизоляции они неплохо так продаются. Прогресс не стоит на месте, сейчас это далеко не всегда 5-килограммовые шумящие гробы, аккумулятор у которых выступает максимум в роли бесперебойника. Ноутбуки становятся меньше и быстрее, однако мифов о геймерских лэптопах и десктопах хватает, и их даже становится больше, их порождает в интернетах прямо сейчас. А в сети есть тип людей, которые хватают знамена и отправляются в крестовый поход, чтобы вселять свою догму в умы остальных. Совершают ошибку выжившего. Могут существовать и другие мнения, основанные на анализе большого количества информации и собственном опыте. Если люди готовы за это платить, значит будет и предложение. Рынок ноутбуков, как и ПК, железо обширен, и все они имеют свои плюсы и минусы, свое качество, свои характеристики, свое назначение. Тема широкая. Сегодня поговорим о мифах при выборе. ПК или все же игровой ноутбук? Поехали. Первый миф. За цену игрового ноутбука можно собрать ПК с такой же производительностью и еще хватит денег на обычный лэптоп. Глядя на цены геймерских ноутбуков в рознице, которые начинаются от 50 тысяч, кажется, что это не миф вовсе, а суровая реальность. Но давайте сделаем проще. Возьмем среднестатистический игровой лэптоп и посчитаем, сколько будет стоить ПК с аналогичной производительностью. Для примера я решил взять HP Omen 15. Эта модель работает на 6-ядерном 12-поточном Ryzen 5 4600H с максимальной частотой 4 ГГц, имеет 16 ГБ достаточно быстрой ОЗУ DDR4-3200, среднеуровневую видеокарту NVIDIA GTX 1660 Ti с 6 ГБ памяти и быстрая NVMe SSD на 512 ГБ. При этом ноутбук вполне компактный. При 15,6-дюймовом дисплее он имеет толщину меньше 25 мм и вес около 2,5 кг, да и благодаря мощной батарее на 70 Вт-часов автономом он не обделен. Температуры при высокой нагрузке не превышают 72 градусов и, судя по иностранным обзорам, ноут не тротлит. Стоит он при этом порядка 85-90 тысяч рублей. Теперь давайте посмотрим, во сколько обойдется аналогичный настольный компьютер. Выбор процессора тут очевиден. Райзен 5 3600. Да, у него частота на две сотни МГц выше, но едва ли это будет критично. Плату можно взять на B450 чипсете без всяких наворотов. Например, гигабайт B450MS2H. Также закидываем в сборку две недорогих плашки ОЗУ по 8 ГБ на частоте 3200 МГц. Мобильная 1660 Ti имеет слегка урезанные частоты относительно десктопной, поэтому возьмем 1660 Super, которая выдаст схожий уровень производительности. Добавляем какой-нибудь недорогой NVMe SSD на 512 Гигов, приправляем все это качественным блоком питания на 500 Ватт и хорошим продуваемым корпусом, к примеру, Zalman S2. Сколько в итоге будет стоить такая сборка? В среднем от 60 до 65 тысяч рублей. Но не забываем, что ноутбук еще имеет достаточно качественный Full HD IPS-дисплей, который обойдется вам еще в десятку. И еще пару тысяч вы отдадите за геймерскую клавиатуру. Мышь покупать придется и к ноутбуку, так что ее считать нет смысла. В итоге, реальная разница в стоимости между среднеуровневым, полностью укомплектованным игровым ПК и аналогичным по производительности ноутбуком оказывается 10 тысяч рублей или около 10-15%. Взять за оставшиеся деньги даже обычный ноутбук будет проблематично. И на мой взгляд, это небольшая переплата за мобильность, когда вы можете взять с собой ноутбук и играть, например, на даче или пользоваться им в дороге. Второй миф. Ладно, игровые ноутбуки не такие уж и невыгодные. Но они же греются и шумят. Да, лет 10 назад так и было. При любой серьезной нагрузке на лэптопе взвывали вентиляторы и температура приближалась к трехзначной. Однако за прошедшие годы производители CPU и GPU научились их делать достаточно энергоэффективными и быстрыми. Да и создатели систем охлаждения сложа руки не сидели. Как итог, если не брать совсем уж ультратонкие и легкие модели, современные ноутбуки греются в играх до 75-80 градусов при шуме в 40 дБ. Возьмем, к примеру, Asus Strix с мощным шестиядерным Core i7 и не менее мощной RTX 2070. Так, его процессор и видеокарта прогрелись лишь до 75 градусов в игре Ведьмак 3, причем процессор держал внушительную частоту в 4,4 ГГц, да и видеокарта использовала Turbo Boost, показывая около 1,5 ГГц. С учетом того, что критические температуры для этих CPU и GPU находятся на уровне 95-100 градусов, беспокоиться о перегреве современных игровых ноутбуков точно не стоит. К слову, это достаточно легкий и компактный лэптоп, он весит всего 2,3 кг при толщине в 26 мм. В более толстых моделях дела с охлаждением обстоят еще лучше, так что сильный нагрев игровых ноутбуков уже стал мифом. Шум у большинства игровых ноутбуков при высокой нагрузке безусловно есть, и это чаще всего не миф. Из такого компактного корпуса нужно выгонять тепло, иначе случится перегрев, за ним троттлинг, это когда процессор сам сбрасывает частоты и падение производительности. Поэтому шум безусловно не миф. Современные игровые ноутбуки с хорошей производительностью шумят и могут даже греться до 50 градусов в районе клавиатуры при долгой серьезной нагрузке. Особенно если делать это на мягких поверхностях. И да, часто в ноутбуках стоит сбалансированный режим охлаждения. Чтобы ноут себя не душил, нужно его сменить на максимум производительности. Миф номер три. Ладно, уговорили, но через полгодика ноутбук уже точно забьется пылью и начнет греться и троттлить. Игровой ПК, конечно же, пылью с годами не забивается. На деле, что лэптопы, что десктопы забиваются пылью одинаково. Им стоит устраивать профилактическую чистку раз в год-два. Более того, некоторые ноутбуки имеют интересную функцию самоочистки радиаторов, когда некоторое время после включения вентиляторы вращаются в другую сторону, выдувая пыль, что позволяет избегать чистки долгое время. Но надо признать за ПК, тут есть один неоспоримый плюс. Чистить системный блок гораздо проще, ибо ноутбуки в массе своей разбираются все же куда сложнее. Четвертый миф. Хорошо, но зарядку-то с собой все равно носить придется, даже если играть в дороге не собираешься. Да, разумеется, мощные толстые игровые ноутбуки с отключенной интегрированной графикой и десктопными процессорами рекорды автономо показывать не будут, выдавая в лучшем случае пару часов работы от аккумулятора при серфинге в интернете. Но на рынке в последние годы стали появляться так называемые игровые ультрабуки. Они имеют обычные четырехъядерные низковольтные процессоры от Intel, которые потребляют считанные десятки ватт и урезанные Max-Q видеокарты от Nvidia. В итоге рождаются такие интересные модели, как Razer Blade Stealth на 13 дюймов, с четырехъядерным Core i7-1065G7 и дискретной Nvidia GTX 1650Ti Max-Q. Да, разумеется, рассчитывать на ультра-настройки графики в том же Cyberpunk 2077 не приходится, но все еще это 13-дюймовый ультрабук, который позволит комфортно поиграть в большинстве современных игр в Full HD на средне-высоких настройках графики. И что самое главное, там стоит аккумулятор на 53 Вт-часов. Как итог, этот игровой ультрабук выдерживает больше шести часов при серфинге в интернете. Достаточно серьезный показатель, чтобы оставить зарядку дома. Это же касается и других тонких игровых ноутбуков, в том числе 15-дюймовых моделей. Для них 5-6 часов работы в интернете не являются чем-то из рук вон выходящим, так что зарядник с ними нужно брать только в том случае, если вы хотите в дороге поиграть. Миф номер пять. Игровой ноутбук готов к работе из коробки, а десктоп еще собрать и настроить нужно. Перейдем к обратным мифам и поговорим про игровые десктопы. Собственно, еще с десяток лет назад компьютеры приходилось собирать самостоятельно или же звать знакомого тыш-программиста. Однако сейчас крупные магазины, такие как Ситилинк, ДНС или, к примеру, магазин в нашем сообществе в ВК, предлагают собственные конфигураторы, где можно виртуально собрать себе десктоп, после чего его уже физически соберут в магазине и отправят вам. Так что в данном случае никакого плюса за игровыми ноутбуками нет. Вы также без проблем можете получить готовый десктоп из коробки, но лучше все же собирать компьютер самостоятельно. Миф номер шесть. Игровой ПК – это тяжелая коробка, а вот игровой ноутбук всегда можно взять с собой. Опять же, игровые мини-ITX сборки уже не являются редкостью, и собрать ПК в корпусе размером с консоль вполне реально. Например, мы недавно говорили о таком крошечном лэптопе от MSI. Так что десктоп – это не обязательно 10-килограммовый ящик. Это может быть и вполне компактное решение, которое при желании можно закинуть в рюкзак и взять с собой. Правда, придется закинуть еще мышку, клавиатуру и монитор. Седьмой миф. Сбалансированный компьютер еще нужно уметь собрать, и в случае с игровым ноутбуком это не важно. К несчастью, несбалансированных ноутбуков тоже хватает. Их производители нередко хотят сэкономить или положить разницу себе в карман. Так что мобильные решения с шестиядерными Core i7 и 8 гигабайтами памяти одной плашкой совсем не редкость, ровно как и варианты с четырехядерными Core i5 и RTX 2070. Так что для покупки что сбалансированного ПК, что ноутбука, вам все еще придется разбираться в железе, а не просто взять понравившийся вариант за свои деньги. А что в итоге выбрали вы? Игровой ноутбук или мощный геймерский ПК? А может быть взяли и то и другое? Или же играете на консоли? Пишите об этом в комментариях. На связи был МК. Не забудьте подписаться и оценить этот ролик. До скорых встреч.